Столбик термометра подбирается к сорокану, и гости курорта и местные жители, похоже, перестали замечать зной. Праздник народной культуры увлек людей разных возрастов и национальностей. Перед началом смотров артисты в национальных костюмах вышли на площади, состоялся парад и первое знакомство с конкурсантами. В Лазаревский район съехались хоровые, фольклорные, танцевальные коллективы, а также мастера художественного слова, солисты-вокалисты и два оркестра. География конкурса ширится от года к году. Выступать на Сочинской земле приехали коллективы из Татарстана и Республик Северного Кавказа. Возраст участников тоже разный. Есть и школьники, и уже убеленные сединами носители самобытной культуры. Фестиваль «Кубанский казачок» – это важное явление в культурной жизни не только нашего региона, но и в жизни России в целом. Он помогает нам сохранить и возродить культурные традиции. Действительно, каждый коллектив по-своему колоритен, но всех объединяет любовь к родине, сила которой в дружбе и единстве. Нас много в этой России, очень разных людей. Но мы же живем, знаете, на одной земле. Говоря образно, мы же все в одной лодке. Это действительно наша держава. Нам ее надо беречь. И вот такие фестивали, как «Кубанский казачок», 18-й, всероссийский, тому подтверждение. Вот это и объединяет людей. Ансамбль «Звоны» приехал из Владимира. Болитмейстер говорит, сегодня народные коллективы довольно популярны. Среди молодежи. Мальчишки и девчонки, прочувствовав традиционную хореографию, стараются внести и современную энергетику в танец. Танец изменяется сам по себе, по времени, потому что меняется внутреннее состояние молодежи, людей. Поэтому они немножко преподносят это все по-своему. О том, что русская культура востребована и не забыта, свидетельствует, конечно, не только большое количество участников и молодежи в творческих коллективах. Стрители тоже тянутся к истокам. В зале не было ни одного свободного места. Впереди еще несколько дней. Участники смогут и отдохнуть, загореть, искупаться в море. В рамках фестиваля пройдут и мастер-классы, будет возможность познакомиться с новыми творческими идеями. Галоконцерт состоится 2 июля. На сцену выйдут лучшие коллективы, а победители получат призы. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.